Всем привет! Сегодня у нас опять ИСОК КРАУН. Самая лучшая винтовка, по мнению охотников. Как другие считают, мы не знаем, но нам очень нравится. Мы все время снимаем про крауны. Не было еще в пластике. Не было в пластике. Самая дешевая модель из краунов. Пластик офигенный. Он такой немножко вспененный. Вообще не скользит матовый. То есть даже пластик... Дорогой. Барабан здесь 18-зарядный. Ах да, калибр 5.5 сегодня. Такой тоже мы снимали еще. Здесь по традиции написано. Сделано в Швеции. По-английски, разумеется. Предохранитель немножко по-другому в пластике выполнен. Вообще как-то он по-другому смотрится. Как будто новый. Есть сюда все те же регулировки. На калибр, на перепуск. Узковой крючок тоже регулируется по-спортивному, по-серьезному, в двух пускостях. Металлокомпозитный безосколочный резервуар. Точнее колба. Правильно говорить колба, ребята. Это не резервуар. Емкость с горлом утонченным, которая длинная. Это колба. Ну, в Википедии можете почитать. Есть два манометра. Один показывает давление в редукторе. Вот он, нижний. И верхний показывает, сколько у нас там всего давления осталось. Редуктор тоже можно регулировать. Все регулировки открытые. Кстати, что-то у нас мало. Осталось 150. Давайте ее подкачаем, что ли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 220, все готово на самом деле страшноваться находиться рядом с баллоном, вот с этой со всей системой гораздо безопаснее заправлять винтовку компрессором он тарахтит себе, пусть и подольше, но все-таки нет такого риска, что вот эта вся конструкция лопнет и меня просто снесет кстати, такие колбочки для IFX, по секрету вам скажу, выпускает корейская фирма Иваникс, они считаются самыми лучшими даже до эстейт их ставят тут мы ничего не настраивали, просто поставили рекомендованные значения, то есть для калибра 5.5 максимум на перепуск, никаких регулировок и редукторы у нас ну что-то 135, нормально это 5.5 сейчас попробуем по скорости, если нас не устроит, мы ее будем настраивать можно с выдвинутым, можно не с выдвинутым давайте попробуем громко стрельнуть бедняга 286 метров в секунду, ну пуля грамм весит чуть больше, маловато, сейчас будем настраивать ну и звук сейчас послушаем в выдвинутом ну, тише, тише и скорость прибавилась ладно, сейчас настроим посмотрим что там она у нас сейчас стрельнет напомню пулька у нас чуть больше грамма ну вот, было 277, если не ошибаюсь, сейчас 321 для легкой пули нормально если стоящую, там тяжеленькую, 1.3, 1.2 то уже полетит что-то в районе 300 метров в секунду что является нормальной и стабильной скоростью если сильно больше ставить то, скорее всего, уже упадут, соответственно, показатели точности и кучности а это нам совершенно не надо тем более, мы имеем в руках одну из самых точных если не самую точную винтовку B-Speed Crown FX а-а-а-а-а кухни а Продолжение следует... Продолжение следует...